Вы будете шокированы. Готовьтесь, разговор будет продолжительный. Муха задалбывает, просто, блин, не могу от нее отцепиться. Принесили, да, друг. И друг приносит лед. Ничего другого на мысль, кроме того, что они смеются над всеми остальными, мне не приходит. Это хамство в самом его прямом проявлении. Он скажет, блядь, да иди уже ты. Пей то, что дают. Я не знаю, хорошо ли это для печени и почек. Наверное, все-таки плохо. Да, в этом отеле бармены зарабатывают на гостях. Ну как? Как такое возможно? Любое заведение делает команда. Процессы нужно менять. Все для гостей. Рихана рулит. Три раза проверяли мой рюкзак. Джоинап нас еще пока не подведет. Это очередь за омлетом. Каждое утро одно и то же. Один повар готовит омлет. Создается вот такая вот очередь. Вот такие вот тарелки с обманной стороны, как правило. На завтрак каждый день практически один и тот же набор. Вот он выглядит приблизительно так. Бывает с картошкой, бывает с картошкой. Если хочется чего-нибудь полегче. Два карасана, чай. Выбор чая. Два, три максимум. Вот такие завтраки в Рихане. Привет, друзья. Сегодняшнее видео будет скорее для тех моих зрителей, которые или потенциально мои зрители, которые не любят смотреть это все в растянутом виде. Сегодня я подведу итоги. Сегодня последний день нашего пребывания в данном отеле. Муха задал бы. Просто, блин, не могу от нее отцепиться. И у меня уже сложилась полная картинка. Как бы пазы сложились полностью. Поэтому готовьтесь. Разговор будет продолжительный. Я вам подробно все расскажу в этом видео. О своих впечатлениях о данном отеле. Начну с самого начала. Удаленность данного отеля от аэропорта. Отель находится очень близко от аэропорта. Ехать буквально минут 10. И это плюс с той точки зрения, что вы практически первыми приезжаете в свой отель. Я имею в виду, когда вы прибываете в аэропорт. Там много туристов, которые ездят в разные отели. И высокая вероятность того, что вы попадете в свой отель раньше других. Потому что отель находится действительно недалеко от аэропорта. Плюс я уже сказал в том, что ехать недолго. Но есть определенный минус. Очень часто на территории отеля пролетают самолеты. И создают некий дискомфорт в этом плане. Кроме того, близость острова Тиран тоже накладывает определенные моменты. Как известно, остров Тиран – это остров, на котором находится военная пограничная облаза Египта. Это своеобразная граница морская, скажем так, граница с Саудовской Аравией. Я не буду утверждать точно. Но постоянно пролетающие мимо вертолеты и военные самолеты говорят о том, что, скорее всего, пограничники египетские патрулируют этот периметр. Поэтому присутствие взлетающих самолетов с аэропорта, а также пограничных вертолетов и самолетов вам здесь обеспечено. И вы от этого никуда не скройтесь. Не могу сказать, что это сильно напрягает. Но для тех, кому это имеет значение, я обязан просто предупредить об этом. Далее. Ресепшн. Не могу сказать, что он впечатляет своими размерами и чем-то еще. Обыкновенный ресепшн. Не могу сказать, что он маленький, видел я и поменьше. Но это были, конечно, отели меньше звездности. И, как обычно, в вестибюле стоят диванчики и кресла. И они уже в довольно потрепанном состоянии. Кожезаменитель уже потрескался. И тоже просит замены. Посреди зала всегда стоит несколько у вас с живыми цветами. Но один момент, который меня просто поразил. Я такого в пятизвездочных отелях не видел никогда. Это искусственные цветы в вазочках на столиках. Да-да, ребят, искусственные цветы в Египте. Минус. Далее вы проходите на своеобразную террасу-балкончик. На которой тоже есть своеобразные зоны отдыха. Со столиками и креслами. И вы обязательно там заметите потеки на стеклянных бортиках. Которые никто никогда не протирает и не убирает. Множество пепельниц с недокуренными окурками, сигарет. Которые тоже не спешат уходить в места для них предназначенные. Ребят, я просто констатирую факты. Я ничего не выдумываю. Это видео и для моих потенциальных клиентов, и для администрации менеджмента отеля. Я думаю, все это можно легко устранить, скажем так, организационными мерами. На ресепшене вас встретят и не заставят вас заполнять длинные анкеты. Мне предложили просто расписаться в банке. Наверняка они сами заполняют фамилии, имена посетителей. Это намного ускоряет поселение. И, как мне кажется, не напрягает гостей. Это плюс. То есть поселяют быстро. Далее человек погрузит ваши чемоданы на электромобиль. И отвезет в номер, если нужно везти. Значит, здесь 8 корпусов. Нумерация начинается от моря. Поэтому, если хотите хороший вид, если хотите близость к морю, то, естественно, просите номера поближе. В первом корпусе вас не поселят. Потому что первый корпус это для гостей, которые здесь отдыхают по системе Ultra All Inclusive. Она даже называется по-другому. Rehana Prestige. Первый корпус это не значит, что это один корпус. Первый корпус это ряд корпусов, большинство из которых находится на первой линии от моря. И это действительно прямой вид на море. У каждого из этих корпусов есть частный бассейн. Вот сейчас мы туда подходим. Бассейны эти глубокие. Метр пятьдесят. Вот это корпуса Престижа. Вот таким вот образом они выглядят. Далее идет второй, третий корпус. Они смотрят как бы друг на друга. Они находятся недалеко от моря тоже. Поэтому, если вас будет целить во второй, третий корпус, это отличный вариант. Я вам сейчас покажу эти корпуса. За мной находятся второй и третий корпус. Они уже выкрашены в такие же цвета, как и первые корпуса Престижа. То есть там проведена некая рееновация. Наверняка у вас будет вид на какой-то свой локальный бассейн. И близость к морю. И к бассейну основной зоны активной. Которая находится сбоку. Тоже будет адекватной. Ну а далее идут корпуса уже четыре-пять. Это корпуса возле аквапарка. Довольно далеко от основного ресторана, моря. Активной зоны бассейна. Но при этом очень близко к аквапарку и ресепшн. Вот, пожалуйста, смотрите. Самолет взлетающий. То, о чем я говорил. Так вот. Существует мнение, что за второй и третий корпус обязательно нужно доплачивать. Хотя мы этого не делали. Четвертый и пятый. Это считается повезло. Без доплаты получить нормальные номера. Ну, я бы, честно говоря, расстроился, если бы меня поселили там. Но существует еще седьмой и восьмой корпус. Они находятся с левой стороны от ресепшн. Если смотреть на вход со стороны отеля. И это считается самые плохие удаленные номера. Территория. Территория зеленая. Можно сказать, ухоженная. Есть определенные моменты зашарпанности, ветхорсти. Но, в общем, в целом, картинка приятная. Конечно, некоторые бассейны уже требуют реновации. Лежаки требуют однозначной реновации. Особенно у активного бассейна. Территория зеленая. Вы это видите. За ней следят. Постоянно стригут. Я имею ввиду кусты, деревья, растения. Очень красивые, высокие пальмы. По всей территории отеля. То есть территория Довольно-таки неплохая. Она производит впечатление Действительно пяти звезд. Если не присматриваться к мелочам. Ну вот. Чтобы не быть Голословным. Вот эти окурки здесь Все время нашего пребывания. И никто их не убирает. Питание. С питанием здесь Небольшая печаль. Объясню почему. Ресторан. Основной ресторан. Который находится На Третьем этаже. Если подниматься С территории третьего корпуса. Туда Поднимается лифт. Я сейчас вам покажу. Впереди можно видеть лифт. Лифт поднимает На третий этаж Ресторанную зону. Зону Главного ресторана. Почему-то Не хочется называть это рестораном. Это больше похоже На столовую. На зону приема пищи. Как угодно. Причем Я не говорю О самой концепции Построения данного Помещения. Я сейчас говорю О персонале. Персонале Который Делает Всю эту картинку. Благодаря которому Создается Впечатление Гостей О предоставляемых услугах Отеля. Сейчас я буду говорить Тоже для Больше для Администрации Менеджмента Отеля. Зона разделена На балконную зону На которой готовят Мясные блюда И на зону Непосредственно Где питаются люди Первое Разнообразие Еды Разнообразие Продуктов Которые предоставляются Для Отдыхающих По системе Эллэнклюзиу Точно не соответствуют Пятизвездам. Точно не соответствуют. Почему? Три стойки На которых Можно Взять Еду Если это будет Картофель То это будет Картофель двух видов. Если это будет Рис То это будет Рис одного вида. Если это будут Овощи На гриле Это будут Овощи на гриле И все. Если это будут Фрукты То это будет Всего три вида фруктов. Если это будет Каша То это будет Одна каша. Если это будет Суп То это будет Два вида супа. Все. Вся еда пресная. Выходите По Этой столовой зоне И пытаетесь Найти Хоть что-нибудь Приемлемое для себя. Вы выставите В очереди За мясом С жареной рыбой За блинчиками За яичницей За омлетом За котлетками И за теми Стоит очередь Все что связано С мясом Везде очередь Отношение Персонала К гостям Панибратское Хамоватое На баре Никогда Не стоит Лед Но он Есть Когда ты Обращаешься К бармену Который Разливает Тебе Подобие Пива Коктейли Там Какие-то Другие Напитки К ним Обращаешься И говоришь А лед Есть А он Тебе отвечает Нет времени Все Проходи У меня нет Времени На это После этого Ловишь Первого Проходящего Повара В колпаке Либо Официанта Либо Уборщика И просишь Принеси льда Вдруг И вдруг Приносит лед И я набираю Этот лед Ложу себе В те напитки Которые я выбрал Сам И ухожу И все эти люди Которые Стоят в очереди За напитками Они точно так же Берут тот лед Который я попросил И после этого На вопрос А есть ли лед Когда он заканчивается Бармен им говорит Нет времени Проходи Льда нет И так всегда Такое ощущение Что только Лишь я один Знаю существование Ледогенератора В ресторане Это вообще не проблема Бармену Позвать официанта И попросить Чтобы он принес Или обновил Ядро со льдом Но нет Если бы это были Ребята Арабы То он бы без напоминаний Наверное сам бы побежал Я не раз наблюдал Как Арабские семьи Подходят без очереди Ставят пустую тарелку Впереди очереди Демонстративно Что-то произносят На своем языке И человек на раздаче Просто-напросто Игнорируя всех Накладывает им Полную тарелку Мясо Рыбы Чего угодно При этом Подшучивая И перекидываясь Какими-то Фразами С этими арабами Ну Ничего другого На мысль Кроме Того Что они смеются Над всеми остальными Мне не приходит Это неприятно С этим нужно бороться Далее Это тоже Касается персонала Да Замечательно Когда ты не успел Положить вилку В пустую тарелку И к тебе уже Побежал официант И забрал ее Это прекрасно Но Когда ты еще Не закончил прием пищи И рядом Официант Берет скатерть И стряхивает ее Практически Тебе в лицо Это Хамство Это хамство В самом его Прямом проявлении Причем Это прослеживается Везде Вы не успели доесть Официант Будет рядом Стряхивать скатерть И крошки Будут лететь Прямо К вам на стол К вам в тарелку Он будет Убирать посуду С рядом стоящего стола И выбрасывать Остатки пищи Так Что брызги Будут лететь К вам На одежду И никто не извинился Никто даже Не придаст Этому значения Это То Что складывает Общую картину О Зоне приема пищи О тарелках Забыл сказать Тарелки На первый взгляд Чистые И первое время Даже были Подогреты Меня это порадовало Но потом Я стал Приглядываться К ним Вернее как Я не стал Приглядываться Специально Когда ты берешь Тарелку за дно И Чувствуешь Какой-то дискомфорт На своей ладони На пальцах Своих рук И понимаешь Что она внизу Побита И альтернативы Нет Практически все Тарелки такие То это волей-неволей Создает тебе Какие-то дискомфортные Ощущения Далее кто-то подумает Что я буду придираться Но Просто Прибывая в этом отеле Возьмите чистую тарелку Приложите ее К своему носу И вдохните Вы ощутите Яркий запах Вонючей Половой тряпки Я не хочу сказать Что Посудомойщики Моют плохими тряпками Я не хочу Это Утверждать Но Скорее всего Так оно и есть Моя супруга Я этого сам не видел Но моя супруга Будучи на приеме пищи Видела ситуацию Когда уборщик Официант Протирая Пол Такой универсальной тряпкой Вы будете шокированы Он просто потом взял Эту тряпку И протирал ей столы Да Они брызывают Какую-то химию на стол Но она же все равно Не Дезинфицирует До такой степени Что половой тряпкой Можно протирать столы Да Видеодоказательства Этого у меня нет Но мне оно и не нужно Я просто констатирую факт Хотите верьте Хотите нет По совокупности Всех этих критериев Я словил себя на мысли О том что Я хожу на прием пищи Не для того чтобы Получать удовольствие А тупо Потому что пришло время Я не был голоден здесь Я Не Испытывал Чувство Недоедания Но при этом Чувство удовольствия От приема пищи Я тоже не получал И это совокупность Хамства Отношения персонала Некой замызленности Плохой уборки И всего этого вместе Вот такое впечатление Сложилось Рестораны Лекард Их здесь два Которые можно посетить По предварительной записи Один раз в неделю Азиатский И итальянский Мы посетили оба Система записи Электронная На ресепшене Очень удобная Сам Быстро Можешь разобраться Без привлечения Какой-либо Помощи персонала У меня это получилось Первого раза И без проблем По поводу посещения Этих обоих Ресторанов Я говорил В предыдущих видео В общем Итальянский ресторан Очень классный Азиатский Тоже неплохой Но посещение Итальянского Обязательно Вот это действительно Тот ресторан Который бы я Посещал каждый день Если бы была Такая возможность Вот Мне даже Система All-Inclusive Не нужна Давайте я буду ходить В итальянский ресторан Меня там будут обслуживать И Я буду абсолютно доволен Той пищей Которую они будут предоставлять Да Там были тоже моменты Мы были втроем Я, жена и сын О моем заказе забыли И Мне пришлось напоминать о том Что я же все-таки Заказал У вас кальмары Они потом его принесли Это блюдо Извинились Не знаю Как так получилось Но при том При всем Что блюда Мы заказывали С женой Одинаковые У нее кальмары Были с гарниром А у меня без Вот такой вот момент И все Что не понравилось Это то Что О том Что у вас Пустой бокал с вином Постоянно нужно Напоминать Официанту И Официант Демонстративно Показывал То что Ну Не стоит Много пить В нашем ресторане На второй раз Он принес Бокал Меньшей емкости Когда я попросил Его В третий раз Наполнить бокал Он принес Половину бокала Наверное Им очень дорого Их вино Которое Честно говоря Такого Посредственного Качества Ну да ладно Это такая ложка дегтя В общем то Хорошем Ресторане Который действительно Понравился Так вот Не успели вы Закончить прием пищи Тут же подлетает Толпа арабов Которые начинают Кричать на своем языке Убирать Хватают эти салфетки Трясут их на пол Втряхивая Крошки Ну то есть Это Проявление неуважения Кто то что то трет Кто то что то Вытирают Убирают Кто то остатки пищи Стрягивает И все это В тот момент Когда вы еще Только закончили пищу Причем это Послеживается везде Вы не успели Выйти из бассейна Вот закончилось Время бассейна Да 6 часов вечера Вы не успели выйти Когда ребята Из обслуживающего персонала Уже льют Клорку в воду Ну как Как такое возможно Это неуважение Ну раз же я говорю О персонале То Хочу еще рассказать О персонале Барменах Если вы Не возмущаетесь Ничего не говорите На баре Просто подходите И просите коктейль Либо какой то другой напиток Вас удовольствием Обслужат С улыбкой На лице Но Стоит лишь вам Попросить О каких то своих предпочтениях И я вам не даю гарантию Того Что Вам это сделают Тут как попадешь Если официант Будет нормальный Он с улыбкой скажет Можно Сделает вам Коктейль В высоком бокале С правильными ингредиентами Все будет красиво И вкусно Но может попасться А-ля занятой Бармен Который скажет Быдло Ну он это не скажет Прямо Но он это скажет Так У себя Скрипя зубами Он скажет Блядь Да иди уже ты Пей то что дают Я считаю Что Таким Ребятам Здесь Не место И я буду с ними бороться И я покажу Этих героев И надеюсь Сделаю их популярными И администраторы И Менеджеры данного отеля Увидят своих героев Да В этом отеле Бармены зарабатывают На гостях Каким образом Я уже говорил о том Что здесь отвратительный алкоголь Особенно пиво Но при этом На каждой стойке бара Предлагают Баночное пиво За деньги Но при этом Бармен подойдет тебе И скажет Хочешь пить нормальный алкоголь Давай Это стоит 10 долларов Он тебе даст попробовать Скажет Вот это нормально А это тот Который я лью тебе на баре Хочешь пить нормальный Давай 10 долларов Я тебе еще подарок Дам в 3 таких же бутылки И буду тебя обслуживать Все оставшееся время По высшему разряду Ну почему это за деньги Ведь каждый кто приехал сюда Он уже заплатил за уинклюзию Он уже заплатил за этот сервис Он уже заплатил за улыбки И добродушное отношение персонала Но складывается такое впечатление Что вам нужно требовать Выпрашивать этого хорошего отношения Для меня это непонятно Вот допустим Анимационная команда Которая присутствует в этом отеле Настолько ребята Позитивные Энергичные Откровенные Заводные Вот они Создают здесь всю атмосферу Вот действительно создают атмосферу Каждый вечер в дискотеке Каждый вечер Они заводят публику Танцуют Веселят В буквальном смысле заводят Музыкальные композиции Которые проходят на дискотеках Очень современные При этом все эти ребята Из анимационной команды Они создают эти шоу Практически сами Здесь нет приглашенных Никаких гостей Ну это редко Там раз в неделю Кого-то пригласят Там потанцевать Танец живота Либо еще какое-то Представление Все остальное Они делают сами Ну там огненное шоу Еще вчера было Тоже видать Приглашенные ребята Это действительно Огромнейший плюс Отеля Анимационная команда Именно поэтому Мне кажется Сюда едут люди Потому что Отель Тусовочный И несмотря на плохой алкоголь И питание Которое не соответствует Совершенно пятизвездочному Люди сюда едут И этот отель Один из самых популярных Среди русскоязычного Населения А может быть просто Русскоязычное население Не так предвзято И уважительно Относится к самим себе Но это будет продолжаться До тех пор Пока Вы Каждый посетивший Данный отель Не будете говорить об этом И Я вам скажу Вот наш любимый отель Royal Albetros Moderna Он тоже изначально Был не таким Идеальным Как сейчас Но я участвовал В его Улучшении Участвовал Чем? Участвовал Своими Возмущениями Участвовал Своими Высказываниями Недостатков Я это говорил Прямо администрации Отеля И они ко мне Прислушивались Думаю Что я был такой Не один И именно поэтому Этот отель Сейчас другой Именно поэтому Менеджмент отеля Полностью Поменял Весь персонал Остались единицы Остались единицы Из тех Кто Ну действительно Соответствует Своим должностям И сейчас Улыбающийся Персонал Ребята здороваются Ребята Приятные Ребята Обслуживают Тебя Не ради денег Ребята Готовят Правильные Напитки Всего Этого Здесь Нет Но при этом Здесь система 24 часа В сутки Алкоголь Алкоголь Говняный Но 24 часа В сутки Алкоголь В пластиковых Одноразовых Стаканчиках Но 24 часа В сутки Возможно Просто этот отель Не для нас Пока еще Возможно Я надеюсь На то Что вот это все О чем я говорю Оно будет устранено Мне хотелось бы этого Потому что Отель очень красивый Я имею ввиду территорию Отель очень с хорошим потенциалом Отель очень красивые пальмы Очень красивые Бассейны Очень красивое Море Хорошее Вот все то что я говорил Все то что я говорил На самом деле Это немного минусов Это всего лишь один Но очень важный минус Любое заведение Делает команда Здесь проблема с персоналом Здесь проблема с отношением персонала К своим гостям И это проблема не гостей Это проблема Администрации Администрации И менеджмента Отеля Ребят Вам срочно нужно Научить персонал Уважительно Уважительно Относиться К своим гостям И тогда число ваших гостей Увеличится в геометрической прогрессии Наверное Просто этот отель Не для нас Почему? Потому что Мы уже Ощутили на себе Другой уровень отношения Другой сервис Ну наверное Мы уже Люди такого Среднего возраста Да Уже далеко не молодежь И Для нас важны Вот эти моменты Моменты уважения К тебе как к гостю Этот отель Больше для молодежи Дискотеки Тусовки Куча коктейлей Причем Наверное Мне не страшно Будет отпустить сюда Свою дочь Потому что Даже если Она Захочет здесь напиться Она здесь не напьется Потому что Те коктейлей Которые делают Из этого алкоголя Они абсолютно Не бьют в голову Они просто Выходят Ацетоном У тебя по утрам Я не знаю Хорошо ли это Для печени И почек Наверное Все таки плохо Но Неделя пребывания Здесь Для молодежи Ну наверное Особо не повлияет На их здоровье Поэтому Кто хочет тусоваться Кто хочет Танцевать С вечера До утра Здесь Все для этого Условия созданы Это тусовочный Отель Безусловно Но Это не Релакс Отель Это не Релакс Отель В первую очередь Потому Что Персонал К гостям Относится Неуважительно Неуважительно Море Море здесь Прекрасно Оно действительно Хорошее Бухта Ветреная Люди Которые Едут Напк Они Должны Об этом Знать Что Бухта Ветреная Спокойные Штилевые Дни Бывают Очень Редко Причем Это Абсолютно Не зависит От сезона Вы Можете Приехать Сюда Летом Каждый День У вас Будет Красный Флаг Вы Можете Приехать Сюда Зимой И Несколько Дней У вас Будет Абсолютный Полный Штиль Поэтому Тут Как Повезет Так Что Еще Рассказать Ну Наш Номер Наверное Не показатель Я не Был В номерах Стандарт Нас Поселили В Сьюте Нас Здесь Принимают Как Ви Пегасей Потому Что Знают Что Я Буду Снимать Вот За неделю Пребывания Море До Обеда Ушло Первый Раз Обычно Оно Уходит После Обеда Сейчас Вам Покажу Сейчас Я Вам Покажу Вот Видите Море Ушло И Ушло До Обеда Но При этом Оно Более Спокойно Вот Когда Море Уходит Оно Более Спокойно Становится Как Я Уже Говорил Очень Классный Недлинный Кантон С Хорошими Заходами В море Поплавать Здесь Вам Удастся Очень Красивый Коралловый Риф Он Действительно Разнообразный Живой Там Много Рыбок Что Еще Рассказать Ну Вот Это Вот Покрытие Которое В Активной Зоне Оно Не Очень Функциональное Уже Такое Все Облезлое Не Постоянно Его Труд Опять Так Закончился Отдых У бассейна В 6 Часов Вечера Ты Идешь К себе В номер И Под тобой Труд Развозят Эту Воду Уборщики Это Ненормально Процессы Нужно Менять Нужно Говорить О том Аминистрации Отеля О том Что Это Некомфортно Все Эти Уборки Очистки Бассейнов Мойки Барных Стоек Убирание Скотертей В столовой Должны Происходить Тогда Когда Гости Уже Покинули Эти Зоны Давайте Будем Травить Комарова Тогда Когда Люди Гуляют Вечером Это Ненормально Почему То Вы Это Не Делаете Так Вот Эти Все Моменты Точно Тоже Должны Быть Переосмыслены Вами И Тогда Ваш Отель Выйдет На Более Высокий Уровень Что Что Вам Нужно Сделать Для Начала Поменяйте Поставщика Пива По возможности Алкоголя Приведите В порядок Все Бассейны Поменяйте Лежаки И поменяйте Весь Обслуживающий Персонал Который Контактирует С Отдыхающими Ну Еще Как Рекомендация Поменяйте Шеф-повара Потому Что Наверняка Это Он Формирует Пищевую Карту Этого Отеля Ну В общем То Что Нужно Делать Сделать Немедленно Не Откладывая Я Сделал Свою Работу Я Показал Вам Ваши Ошибки И Теперь Дело За вами Еще Есть Несколько Моментов По Зоне Приема Пищи Я Именно Так Сейчас Называю Данный Ресторан Отель Позиционируется Как Пять Звезд В Отеле Нет Чайных Ложек То С утра Когда Предлагается Чай Мало Того Что Его Там Несколько Всего Вариантов Еще И Нет Чайных Ложек Есть Пластиковые Палочки Это Не Уровень Пятизвездочного Отеля Раз Второе Когда Сервируют Столы Каждому На персону Ложат Одну Бумажную Салфетку Если Вы Сели За стол Втроем Прибор Если Салфеткой Заберут То Выдается Одна Салфетка На Человека То Если Вы Вытерли Руки То Вы Второй Раз Не Вытерите Этой Салфеткой Третий Момент За Все Время Пребывания У нас В этом Отеле На Сладком Столе Ни Разу Не Было Тартов Ни Разу Были Печеньки Были Бисквитные Пирожные Такое Все Среднего Уровня Ничего Такого Чтобы Запомнилось Увы Не Было И Еще Один Момент Все Мясные Блюда Которые Представляются На Балкончике Зоны Приема Пищи Выдаются Порционно То Есть Все Жарят Курицу Выдают Порционно Жарят Рыбу Выдают Порционно Еще Что Там Делают Выдают Порционно Какие Котлетки Порционно Пицца Порционно То есть Вы не можете Подойти И сами Набрать Столько Сколько Вам Хочется Причем Если Это Какое Мясо То Вам Дадут Два Кусочка Маленьких Когда Вы Попросите Третий Вам Скажут Извините Посмотрите Какая Очередь Нужно Чтобы Всем Досталось Но При этом Когда Подойдет Арабская Семья Им Отвалят Пол Протвеня И Это Правда Будьте Готовы К Попадете В данный Отель Осталось Сделать Только Вывод Стоит Ли Выбирать Данный Отель Стоит Ли Ехать В этот Отель Стоит Ли Внимание В данный Отель Я Долго Думал И По Совокупности Всех Достоинств Этого Отеля Если Вы Выбираете Пляжный Отдых Повыляться На пляже Покупаться В море Потанцевать На дискотеке Этот Отель Вам Подойдет Если Вы Хотите Вкусно Кушать Если Для вас Важен Качественный Алкоголь То Вам Не Сюда Поэтому Смотрите Мои Смотрите На все Недостатки Понимайте С чем Вы Столкнетесь При Посещении Данного Отеля Если Вас Все Это Не Пугает Тогда Вперед Территория Хорошая Море Хорошее Коралловый Риф Очень Красивый Основной Минус Этого Отеля Обслуживающий Персонал Кстати Несмотря На хорошую Уборку Уборщик Нам Ни Разу За Весь Период Не Заменил Костельное Белье Как Понял Я Специально Облюдал За Вот Этим Пятном И Данное Пятно Оставалось На всем Притяжении Наше Пребывание Здесь Мы Специально Ничего Не Говорили Уборщику Мы Специально Делали Вид Что Мы Этого Не Замечаем Но Факт Остается Фактом Постельное Белье За 7 Дней Пребывания Здесь Нам Ни Разу Не Заменили Хотя Полотенца Меняли Регулярно Каждый День Сходили За Территорию Отеля Накупили Манго Смотри Какие Красивые 10 Штук Там 3,5 Килограмма За 5 Долларов Мы С Тимофеем Уже Посчитали Получается Одно Манго 50 Центов 13 Гривен Вот Так Купили Самое Лучшее Посмотрим Довезем ли мы Ките Субтитры Вот Таким Было Последнее У нас ушло в Рихане. Завтра на утром мы уезжаем. В 5-10 утра уже автобус нас заведет, заберет в аэропорт и в 8.20 мы вылетаем в Киев. Вот и наступил последний вечер нашего пребывания в Рихане. И несмотря на все эти недостатки, которые мы лицезрели в этом отеле, все равно в какой-то степени грустно покидать данный отель. Солнце встает, мы уже выдвигаемся в дорогу. Фортзал в захватке. Мы даже не знали где он. Такая анкета предлагается к заполнению при выезде. Красиво все оформлено. Типографская печать. Сейчас что-нибудь напишу. Принесли нам еду с собой в дорогу. Булки, банан и апельсин. Еще какие-то булочки сладкие. Все? Все? Три постные булочки. Три сладкие булочки. Апельсин и банан. Это не булочки, там полоса и... Да? Там типа сэндвичи. Раннее раннее утро в отеле. Еще пяти утра даже нет. Мы сидят в поле отеля. Ожидаем мы автобуса в аэропорт. Не приходилось мне сюда заходить во время пребывания в отеле. Вот сейчас все еще конечно закрыто. Это такая торговая галерея и банкомат. Зайду еще и посмотрю в каком состоянии здесь туалет. Вроде как лицо в отеле. Запах неприятный. Потеки на зеркалах. Искусственные цветы. Сами видите. Хобби-бар. В 5 часа утра он открывается. Вижу турецкий кофе за 1 доллар стоит автомат, машина. Зерновой кофе, зерновой, неразвоимый. Возьмите, наношение только через 10 минут, на воде. А почему через 10 минут? На воде, на машина. Не греется. А, это греется? Да. 10 минут будет греться. Мы уезжаем в 5 часов 10 минут утра и 10 минут ровно будет греться машина для того, чтобы сделать кофе. В лицо отеля вы видели отношение к гостям. Я подошел, попросил, чтобы сделали кофе. Сказали, что открывается через 5 минут. Подойдите к 5. Я подошел к 5 утра. Сказали, кофе только растворимый. Зерновой будет только через 10 минут, когда прогреется вода в машине. Ну, через 10 минут мы уже уезжаем. Так что, все для гостей. Рихана рулит. В коле ресепшен мухи просто нападают на отдыхающих гостей отеля. Ползу нами автобус. Мухи просто атакуют. Они едят нас. На этот раз 3 раза проверяли мой рюкзак, который был набит аппаратурой. Но вопросов не задавали. Попросили вытащить ноутбук. Там еще был фотоаппарат. Видеокамера. Пауэрбанк. Ну, короче, куча всякой ерунды, зарядок. В общем, 3 раза сканировали. Я говорю, что он даже вернулся. Ну, ничего. Все прошло. Теперь будем ждать вылета, потому что говорят, какие-то задержки с киевскими рейсами. Я надеюсь, что у нас задержки не будет. Так лучше не надо. Джоинап нас еще пока не подведет. Продолжается история с отношением к туристам в Рихане. Один только бутерброд с колбасой. Остальные просто булочки. Самолетская обшахтерка. Я не понимаю, что футбольников обшахтера они дают тоже, наверное, в самолете. Киева, в Международном аэропорту Борис. Цей рейс виконується на замолвнение туроператора Джейна. Киев, я земли. Здесь мягко, все хорошо. Долетели как-то быстро, по-моему. Томинал Эхо, тот же, откуда мы и вылетали. Сюда и прилетели. Словно в Киеве. Это по второму кругу. Это не наше есть, наше вон там будет. А вот. Восторг-то наше сухо-маганду. Подписывайтесь на наш канал. Магалайка складывал на наш магазин. Магалайка складывал на наш ампорталь. Будет. Продолжение следует. Продолжение следует...